Всем привет! Мы прибыли в город Антверпен, Бельгия, но уже Антверпен. Здесь очень утро и очень холодно, и поэтому я буду в капюшоне ходить, как будто водолаз. И сейчас мы погуляем по центру Антверпена, посмотрим, что здесь есть. Все, что я про этот город знаю, что он типа европейская бриллиантовая столица. Конечно же, по фильму «Большой куш», иначе по какому еще фильму. Собственно, здесь в планах походить на алмазный квартал, который тут имеется, по всяким площадям походить центральным. Ну и все. Больше сам по себе город, по пониманию, большой, он очень своеобразный. Это какая-то совершенно дурная архитектура, и домики все как будто бы из кирпича, как будто бы из плитки тротуарной сделаны. Вот такое чувство не покидает. Они тоже такие все аккуратные, пряничные, хотя говорят, что типа Антверпен город не старый, то есть он типа новый. Но я сам не читал, конечно же, ничего, даже Википедию, поэтому все узнаем собственным научным тыком. Поэтому мы сейчас идем на центральную площадь рыночную, а дальше как пойдет. Дискачек для тех, кому за много. Для тех, кто уже бахнул по 40. Бахнуть по 40! Бахнуть по 40! Очень холодно, мы согреваемся. Мы уже согрелись. В Антверпене я узнал, что, вот узнаю прямо сейчас, что тут скрывать, в Википедии пишут полмиллиона человек, я думал это маленький город, а он в 5 раз больше брюкги. Ни хрена себе! Ни хрена себе, да. Вот что в Википедии? Если что, это город, это второй после Брусселя город страны самый большой. Самый больной. Больной. Больной? Больной. Это странные люди, но очень красивые дома, очень красивая архитектура, прямо же здесь. Тут еще написано, что это город Порт, мы, наверное, еще сходим на море, посмотрим, если тут можно за него сходить. Антверпен, мировой центр обработки и торговли бриллиантами, крупный образовательный центр, несколько университетов, высших школ, в городе не самых высоких уровней безработицы в стране. Лоботрясы. Много бриллиантов и лоботрясы? В конце концов, бриллианты, лоботрясы. А сколько столько бриллиантов на лоботрясе? На лоботрясе и на бриллианты. Посмотрите, какая прекрасная золотая всякая навершина вон там. Какие домики охрененские. Ну, лоботрясе. Оно как будто вчера прям было покрашено. Или герб того-то. А кого герб? А я вхренов не знаю. Очень красиво. Думаю, щаточка, я думаю, что это герб. Орел. Очень клево, очень красиво. Честно, честно. Только холодно, капец. Тут типа какой-то, видимо, летняя ярмарка должна быть. А на самом деле все закрыто. Хотя время полдень. Какой-то тут странно поздно просыпающийся город. Пока мы ехали, тут ни единой живой души нет на дорожках. Все, наверное, спят. Это продолжение рыночной площади, центра Антверпена. Тут типа ресторанчики всякие, небольшие магазинчики. И очень все такое милое, а реально ламповое. Ну, только как бы, конечно, было бы здорово во все эти места зайти и что-нибудь тут отведать. Но пока не хочется, как-то слишком утреннее. Тут еще все отстраиваются, всякие какие-то круглые шняги, которые потом будут, типа, фото какой-то блевой, где можно фотографировать. Ну, все же пятницы, поэтому я думаю, они отстраиваются к выходным. Да, может быть, какие-нибудь праздники будут у них на выходных. Хрен бы знал. Бухалово. Бухалово. Мы только тут приехали буквально несколько часов в Антверпен. Смотрите, как интересно. Вот туда вот. Там какая-то чудная, типа, богоматерь с маленьким зонтиком, который прикрывает, типа, от дождя. Ха-ха-ха, прикольно. Короче, холодно, промозгло и очень красиво. Вон там всякие птицыны в навершиях, домиков. Все домики какие-то очень прям пряничные, правда. А это какой-то антверпенский монастырь или храм. Что-то такое. Такое готическое красивое здание, но мы в него, конечно, не пойдем. Сделаем только фатурию. Вот, а еще самое чудо. Вот сюда пойдемте. Посмотрим сквозь окна. Здесь делают бельгийские вафли. Еще ни черта не работает, но можно в отражении стекла. Ну, не в отражении хотя бы, как раз не в отражении, а насквозь. Посмотрите, как замешивается тесто. Как они потом в вафельнице будут тетеньке это все укладывать. И подавать огромными пачками всяким жаждующим до вафель туристам. Ламповые крамвайчики. Прям какой-то вид из детства. Сейчас больше не задают, не не задают. Такая маленькая улочка. Мостовая. Рельса. И за ней, за этим крамваем, гуськом маленький машинкер. Классно. Дима, довольный. Почему довольный? Потому что взял немножко напитков с собой. Немножко напитков на память. Лёфи. Какой-то хугарный хитрый. Гранд Кру. Не знаю, что Гранд Кру. Лёфи Блонда. Который у нас, в общем-то, есть. Довольно популярный. И очень-то неплохой. Вот эту фигню ни разу не видел. Мне понравилась тупо картинка. Прикольная картинка какая-то странная. Пиво с девочками. Пиво с девочками. Тут, правда, мальчики есть. Ну, короче, пиво с девочками. Ну, да. Пиво без девочек, деньги на ветер. Да. Вот. И мы находимся в каком-то чудесном маленьком антрепанском пивном магазине. Тут пиво. 500 сортов. У нас тут написано в выиске. Просто тут их столько много сортов. Охренеть, здоровые бутылки с пивом. Черт, сумасшедшие. Тут да, какие-то вон они аж, как это, литровые, что ли, не поймешь. Тут минимум литровые, чем-то, литра два. Полторуха девеля. Сколько? Полторах написано. Охренеть. Ну, если с собой фиг довезешь, это только здесь, где-нибудь. Огромные, а всякие. Тут и фильтрованные, и не фильтрованные. Эти и те, те и эти, и эти и те. Есть маленькие бутылочки. Есть даже вот такие вот, какого-то, такого глиняного цвета. Беленькие. Есть вообще малявки. Это бельгийская уличная еда. Вафли. Только сейчас мы, как бы, в самый разгар, типа, совсем за полдень, такое обеденное время, и все их тут тарят. Всякие, тут делают всякие им топпинги, типа, сливочный крем, всякие шоколадные штуки. И, короче, прикольно. И вон там, тяненько, пойдем сюда, вот, замешивает и все это готовит на вафельнице. И все радостно. А вон, похоже, вот, типа, цена, 250 евро за гибун, и с шоколадом 350. Короче, это какая-то центральная антверпенская улица, типа, где много всяких магазинов и прочего всего дерьма. Идем поисследовать связанное с бриллиантами райончик, а тут называется даже специально «Диамант». Не шутки. Вот, здесь какие-то музыканты всякие, велосипедная арена и прочая грязь. Народу просто тысячи. Самое прикольное, что мы прибыли сюда до обеда, и не было ни единой живой души в городе практически, а здесь как на стадионе. Тут просто миллиард людей, все ходят, все, видимо, шопят, или просто прохожие. Дима Дансик. Дима, вон, купил брендовые себе одежды из H&M. Скажу, что это была одежда. Что именно это было? Ну, вообще так, как это. Любят успешные шматулечки. Ну, все, короче, мы идем по бриллиантам, потому что теплее не становится, а холд становится только голоднее. Короче. Ну, а мы на месте. Это антверпенский район, называющийся «Диамант». И здесь миллиард всяких бриллиантовых магазинов. Вот, начиная от Антверпен Дайманс, всякие там шоколадье, макароны, и дальше все это будет ювелирная всякая беда, которая насыщена украшениями. Осталось только пойти посмотреть, ну и, конечно, ничего не покупать. Ого! Антверпенский магазин с бриллиантами. Здесь витрина. И оказывается, что здесь специальная дверь, пускается в нее, как бы вот по кнопке нужно подать знак продавству, что ты выходишь, он тебя пускает. Так же заходят. То есть, так просто не зайдешь и не выйдешь, без ведома продавца. По ценному ассортименту тут достаточно хорошо и приятно. Это вечерний Антверпен, где центральная рыночная площадь теперь вообще имеет совершенно другой вид. Все, что мы видели днем, наконец открылось, заработало. Кафешки, вафельницы всякие, прочие ларечки со свечками и всем таким радостным. Радостным и кругом охрененно красивая подсветка. Таунхолл подсвечивается. И вот все тут домики. Офигенно просто. Такого чуда больше никогда не увидишь, кроме как на Рождество. Сейчас на дворе 6 января, завтра будет 7 января. И поэтому тут все вот так вот сказочно. И опять же можно тут вафелек поесть, всяких... со всякими вкусами, конечно же. Вон сколько всяких разных вафелек. Вот такое вот чудесное видео про Бельгию. Надеюсь, вам понравилось. Очень необычная страна, такая маленькая, компактная, но очень радостная. Всякими подсветками, мелочами. Все здесь настоящее, вафели настоящее, свечки везде горят настоящее. И очень тут здорово. Мне очень понравилось. Как-нибудь приедьте и сами посмотрите. А сейчас я одеваюсь, потому что дико холодно. Вроде бы всего 0 градусов, но вот там за тем домом уже порт и море. И очень с него холодно дует. Промозглым таким ветром. Поэтому досвидули. Подписывайтесь на канал, жмите лайк. И увидимся в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok